Итак, продолжаем разговор. Мы с вами префиксы уже разобрали практически. Я говорю практически, потому что, возможно, где-то какой-то ещё и есть в языке, но всё, что могла, я накопала все префиксы английского. Теперь переходим к суффиксам. Поехали от этого места, где мы остановились. Жёлтым, кто помнит, я выделяла, просто пример показывала, что когда вы уже встречаете, сразу же первый раз встретили этот суффикс в языке. Hello, teacher, да, привет, учитель. Вы уже в слове teacher увидели вот этот суффикс er. Уже его выделили, закрасили в свои памятки, распечатали и показали самому себе, что ага, я с этим уже встречался, это явление я уже знаю, я вот обратил на него внимание. И так постепенно всё закрасите. Anyway, suffixes, поехали. Nouns, берём сейчас существительное, акторы. Суффиксы, которые означают деятели, не актёры, нет, актор, да, тот деятель. Смотрите, вот только что уже проговорили про er, который r мы не рычим, просто будет шва, да, тот, который означает деятель. Employer, наниматель. А вот французский суффикс i, длинное просто i, означает того, кого наняли. Это просто суффикс причастия во французском языке. Employee, это получается нанятый, да, ну служащий. Employer, его наниматель. Как вариант от суффикса er, есть ещё er, or, ну как доктор, трактор, да, liar, вот он. Лайер – это лгун, лжец. А читается оно всё равно как шва всё. Лайер, доктор, пейнтер, эмплоя. Поэтому надо их понимать, что их таких три варианта, и внимательно смотри, в каком слове какой. Так, ну доктор, понятно. Удлинённый вот вариант суффикса. Auctioneer, аукционер, господи, акционер, который на аукционе, как это назвать? Не тот, который держатель акций, да, shareholders, а в смысле auction, аукцион, аукционист, человек, который занимается аукционом, или как-то так. Ear, тут удлинённый, да, ия, получается вот так вот, ия. Ну более редкий, естественно, чем просто er, да. As, вот это вот суффикс женский. Actress, waitress, иногда всё-таки есть разница в английском названии слова, это мужской или женский пол, да, вот как actor, актёр, actress, актриса. Lion, лев, lioness, левица. Да, там duke, герцог, duchess, герцогиня. Всего таких слов немного, но есть. East, опять же, деятели, мы знаем, это хорошо и с русского языка, это международный такой суффикс. Typist, то type печатает. Journalist, вот всё, что на east. N сейчас он и в прилагательных нам будет важен. Сейчас вот тут American, как an American, мы имеем в виду сейчас американец. Да, вот мы видим этот суффикс часто в названиях национальностей. Его подвариант и an, но если ещё перед этим будет си, то уже читаем как ш, шн, не просто musician, не musician, да. Вот это нам будет уже сочетание си и ай, давать призвук ш, шн. Вот если его по транскрипции записать, то это будет что-то типа вот такое, шн или шн. Мюзишн, политишн, да. Ent, servant, ent, servant, слуга. Похожий очень на него, ent, только пишется по-другому, а звучание одинаково, то есть тут тоже будьте внимательны и осторожны. Decadent, да, опять же такие латинские иностранные слова. Eri, довольно популярный суффикс. Secretary, то есть делает, опять же, исполнителя. Secretary, название какой-то профессии, возможно, будет. Так, what else? Eri теперь уже не совсем деятеля, почему их вынесло, хотя один и тот же суффикс. Смотрите, dictionary. Dictionary – это не человек, это словарь, да, но суффикс тот же и очень похож на него, только пишется по-другому, Eri тоже звучит, да. И опять же, это уже не человека, не профессию называют, а просто существительное delivery, доставка, например. То есть пошли дальше абстрактные суффиксы. Пишется, точнее, читается, Eri, да, так же. Eri. Хоть тут, хоть тут. Изм. Ну, измы, разные измы. Мы любим, знаем. Коммунизм, капитализм и прочее. От одного в другое, с крайности в крайность прыгаем. Так, изм. Сейчас более красиво. Красивее напишем. Изм. Logi, morphology, biology, всё, что с логос, всё, что с греческого знания, да, логос, смысл, морфология. Ogi, получается, читается на английском. G, вот это даёт нам, да, Ogi. Biology, morphology. А, здесь, внимание, от слове analysis. У кого старая памятка, там я исправила, потом нашла эту опечатку, у себя ошибку. Analyzes через Y. Внимание, вот это окончание, суффикс, как его назвать, cis, это единственное число. А plural уже будет ces, вот это analysis. Чуть-чуть там есть разница в произношении. Это уже прям совсем такие иностранные слова, там греческие, латинские. Так же самое, как cactus, s, s, такая вот будет s читаться. А plural просто i, cacti. Кроме шуток, так, кактус, потому что там числе таки будет cacti. Пишется вот так. Как cacti, что ли, вот так вот, cacti читается. Вот. Так что обратите на это внимание. Um, тот же самый, em, латинский, латинское окончание. Tantrum, 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 delirium, ну всё связано на такой tantrum. Что tantrum, припадок, да, дословно переводится. Какие-то названия латинские, медицинские могут быть. Так, ness, это всегда признак, опять же, суффикс существительного от adjective, от прилагательного делается. Вот если изначально в слове happy, оно заканчивается на happy, на why, да, то при добавлении суффикса, очень часто, помните, у нас y меняется на i. Ну вот тот же случай. То есть здесь не опечатка, нет. Happiness. Просто ness. Звучит как ness. Но вы знаете, что там две буквы s в этом, и уже, я надеюсь, одну там не напишите. Напишите, зная написание, как пишется отдельно, суффикс, любое слово с ним вы уже напишите правильно. В этом смысл того, что я сейчас делаю. Это все сразу вам их объясняю. Anxiety. Eti, eti. Вот мы видим eti, eti. Популярные тоже суффиксы существительных. Anxiety, беспокойство, тревога, нехорошее чувство. Так, popularity. Popularity, eti. Опять же, безударная позиция. Eti всё равно будете слышать. Royalty. Здесь, внимание, это именно ti. Как понять, где eti, eti, а где просто ti? А слово royal существует само по себе, королевский, да? А royalty – член королевской семьи или вообще все вместе the royalties, да? Вот эти вот. Так, просто ti будет. И вот тоже похожий случай. Honesty. Как не перепутать, что это ti, суффикс, или просто y, как i звучит, суффикс? Потому что есть слово honest, уже с буквой t. Значит, мы добавляем только суффикс i, который пишется как y. И сразу получаем существительное honesty, честность. Idj. Вот опять же, не надо делить слово brackage на какие-то безумные слоги. Вы знаете слово break – ломать. А тут суффикс. Все, он всегда читается как idj. Примерно вот так вот, да? Idj. И вы сразу можете слово прочитать. Breakage. Breakage. Так. Aid. Блок. Aid. Блокade. Да? Здесь у нас aid. Блокада, да? А вот еще суффикс all, не только в прилагательных, как мы потом увидим. All. Вот это означает, что иногда вот так вот лучше скобку показать, что l или l – такая шва, да? Arrival. Либо vl, либо rival. Есть там призвук e. Arrival – прибытие. Это не прилагательное, потому что, еще раз говорю, есть еще all – суффикс прилагательного. Сейчас это суффикс существительного. О, любимая тема – ans, ans. Как же их различать? Да никак, надо запоминать слово. Нету правила, которое бы говорило вам, что вот в этом случае через a, а здесь через i. Ну, есть и тут, и тут вариант, да? Что делает? Annoi – раздражать. Annoens – это уже что? Annoens – раздражение. То есть делаем существительное от annoens. Annoens – от глагола. Preference. Prefer. Prefer – предпочитать. Preference – уже предпочтение. Ну, читается так же, да? Annoens. Annoens или Annoens. Либо C, либо C. Призвук. Окей, what else? Шны – классика. Вообще классика. Тион, который ция в русском, который сион во французском, там, в испанском, во все языки вошел, да? Организацион, да? Организация. Организацион. Вот она в английском тион пишется, но шны. Читается. Опять же с призвуком там. Шен или шн. И похожий на него его вариант – suspension. Здесь suspension, здесь suspension, вот что-то среднее, пока еще ближе, suspension, suspension, ближе к же даже, наверное. Просто именно в этом слове все-таки ближе к же, suspension, как приостановка, подвисание, ну, суспензия, те, кто понимает, да, в русском, взвесь вещества, да? Suspension – что-то подвисло и дальше не двигается. Suspension. Иногда как жены, например, Soviet Vision, этот же зион, будет уже вам давать вот жены. Ну, опять же, с призвуком вот эта вот шва тут в серединке, может быть. Вот. Далее. Подвариант, когда через X тоже будет у вас шены, flexion, течение, плавление, более редкий, редкое выражение, сочетание. Ой. Хотела сказать, что все равно будет шны. Так. То есть шн, жн или шн, и опять же шн, да? Вот эти все на ион окончания. А перед ним может быть только либо т, либо с, либо экс в более редких случаях, а потом ион. Вот вам правило, ключ к пониманию. Development. Суффикс meant очень популярный, делает существительное из глагола. Develop – развивать, development – развитие. Ну, тут, что вижу, то и читаю. Слава богу, как бы и слог закрытый, и сам суффикс легкий. Так. Pressure. Опять же, pressure. Две S дает нам призвук. Вот этот ш получается, и там ар не читаем. Вот это все у-у-ре превращается просто в шва. Pressure. Pressure – давление, да? Не путать pleasure. Вот тут уже S перед ю, как ж, да, нам дает pleasure, удовольствие. Pressure – pleasure. Здесь ж. Чер – знаменитый суффикс, picture. Ну, как знаменитый, довольно там picture, nature. Много слов, которые прям с первого уровня его начинаем учить. И чтобы дети не читали, и вы-то уже пик-ту-ре, чтобы вот этого не было, сразу учим, что picture – это нам ч, и опять же немая, немая шва. Точнее, шва. Picture. Че. Че. Picture. Fortune – то же самое. Т превращается в ч, да, вот-вот вам ч, ч. Чун. Здесь вот такая чун получается. Fortune. Дом. Дом. Ну, как дом, только дом. Опять же, безударная позиция превращается в шва. Freedom. Freedom. И вот это не free-dom, а freedom. Дм. Дм. Hood – тоже, freedom, свобода, да, то есть пошли абстрактные суффиксы, да, мы видим. Brotherhood. Все, что hood – neighborhood, brotherhood, показывает сообщество кого-то, скорее всего. Hood. Hood. Brotherhood. Братство. Братство кольца, да. Ship. Ship. Тоже показывает какую-то сборность. Вот friendship – дружба, да, какое-то абстрактное существительное. Friendship. То есть не надо это как отдельное, это не корабль, да, friend и ship. Это не дружественный корабль, нет, это friendship – дружба. Droplet. Суффикс let – означает что-то маленькое. Droplet – либо уменьшенное, ласкательное какое-то. Droplet – капелька, капля. Piglet – поросенок, например, этот и услик, и а, и пятачок, да, piglet он там оригинально называется, поросеночек. Это у нас пятачок в переводе. Так, truth, опять же, th нам дает какие-то абстрактные названия, там, length – длина, да, truth – истина. AC или просто c, delicacy, fluency. AC, потому что мы знаем, AC перед Y читается как с, да, как в алфавите. И здесь тоже будет либо просто си, либо как призвук ци, ци, fluency или fluency. Беглость, fluency, delicacy, ну, деликатность, мягкость, тонкость. ESC – длинный такой суффикс, явно французский. ESC – picturesque. Picture – как картинка, да, picturesque – что-то такое картинное, красивое, picturesque – какой-то ландшафт красивый, да, picturesque. И вот просто к, вот это французский суффикс, в французских словах, вот это все будет просто к, чак, как в слове чак. Чекуэ, вот это вот не надо читать, да, чеку, чекю и прочее. Нет, просто к, но для этого вы должны знать, что это, блин, слово французское, или вам кто-то должен объяснить, или просто в транскрипции. Ну, насмотренность будет, будете видеть. И самый последний тут момент в наших существительных, но он самый главный, когда вы учите, собственно, грамматику. Что такое флексия? Флексия – это окончание. То есть то, что flexible, то, что внется, то, что изменяется. Не путайте суффиксы и окончание. Суффикс, он всегда в слове есть. А вот окончание вы добавите в зависимости от того, какой падеж, ну, какое склонение, если в русском языке. А в английском всё это вымерло, и там единственная флексия у существительных – это буковка S, вот эта несчастная, которую надо везде приклеить, когда вы хотите о чём-то во множественном числе. Вот и всё. Но у неё есть свои два варианта написания. Стандартная схема, вот вам 90% слов там, да, это просто буковку S добавь. Дагс, да, и она будет при этом читаться. Сейчас я буду под низом писать, как это всё, просто для варианта чтения. Либо по звонкому типу, после звонких, после глухих будет S. Это всё подробно, это уже изучается. Вот этот момент уже изучается. Подробно объясняется везде всегда, что почему. Даг, даг, з, да, но при этом, не знаю, что-то глухое, с, их будет звучать. Если же уже слово заканчивается на x, вот эти всякие шипящие, то уже добавляем и, с, иначе вы просто бокс, с, и не выговорите, да. И это окончание уже будет читаться как is, бокс is, логично. И is тоже добавляется, когда перед ним было y, и эту y надо было поменять на i. Вот, например, вот у вас слово lady в оригинале, baby, да. Но перед ней согласная, а другими словами, если по-другому объяснить, просто многие запоминают, запоминайте так, что вот если согласная y, тогда надо y менять на i, а потом только добавлять окончание s, да. Но как это с точки зрения фонетики? Если y читается как i, lady, тогда, собственно, она и будет давать вам на письме буковку вот эту i, ну, i, да. А если же, как в слове boy, например, boy, тут она входит в состав вот этого выражения, ой, всё отлично, всё нормально, здесь она не как отдельный звук i. Просто добавь s, boys, и вот у вас будет, кстати, звонкий тип boys после гласных, если вам это помогло запомнить, да. Либо запоминайте так, что слово, если перед ним согласная y, y надо менять на i, либо запоминайте по фонетическому принципу. Читается как i, lady, baby, и пишем эту i, и с точечкой, да, i, а потом только окончание. Вот вам сразу про множественное число правила рассказала. А читается это тоже всё из, ladies, вот и всё. Получается, в существительных единственное окончание буковка s, точка, с вариантами такими. Всё, всё, что надо знать про английскую грамматику. Окей, в следующем кусочке мы с вами уже переходим к adjectives, и то же самое сделаем, и разберём и флексии прилагательных. А там их тоже всего две, всего два добавляется суффикса, и для окончания, как это правильно назвать, наверное, всё-таки суффикса. Больший, самый большой. И adverbs, то же самое, есть несколько стандартных суффиксов, которые показывают, что это уже наречие. И тут же numerals, стандартные суффиксы, всего три во всех числительных. И немножечко verb, их не так много, окончание глаголов, чтобы мы сразу понимали, что это действительно глагол. И флексии глагола ещё меньше, опять же. Всего три окончания у глагола в английском. Вот что вы должны с этого вынести? У существительного всего одно окончание в английском, может быть, у глагола всего их три. S, это та же самая, ing, ed. Вот и всё, вот вам весь английский. А теперь сравните с русским, откройте таблицу спряжения и склонений, и застрелитесь, да, если вы иностранец. Всё, пока-пока. Начнём уже следующий кусочек с adjectives. Всё, да.